Здравствуйте дорогие друзья! Только недавно я подумал, что Apple давненько ничего не выкатывала, как в новом году стала доступна для скачивания третья бета iOS 11.2.5, а это значит, что пора запускать нашу традиционную рубрику коротко о главном. Устраивайтесь поудобнее! Вторая бета оказалась минорным обновлением без каких-либо сподвижек по части производительности, автономности или функциональности, а вот в третьей уже кое-что есть. Первое, что вам врежется в уши, аномальная громкость клавиатуры, причем как для набора текста, так и в номеронабирателе. И вне зависимости от системной громкости щечки будут отбивать пулеметную очередь. Да и вообще, со звуками в новой бете творится что-то неладное. У некоторых нет звука при блокировке, у некоторых при получении уведомлений, благо многие проблемы решает перезагрузка. По крайней мере со звуком блокировки так и было. Также в свежей бете появилась новая функция связанная с Siri. Теперь пользователи могут запросить у нее последние новости, а голосовой ассистент включит один из популярных новостных подкастов. Например, The Washington Post или CNN. Судя по всему новая опция разработана специально для фирмы на колонке Apple HomePod и работает она только с английской Siri, русская как всегда не Ферштейн. Я уже было подумал, что с апдейтом перестал отваливаться Wi-Fi, но нет. Проблема заключается в том, что раз в 7-10 минут соединение с Hi-Fi, с Wi-Fi сетью теряется на десяток секунд и это дико раздражает. Непонятно, косячит роутер или прошивка. Отпишитесь, бывает ли у вас такая проблема. Что касается производительности и автономности, то тут к сожалению без изменений. Никаких новых багов замечено не было. В комментариях можете оставить свои впечатления от использования прошивки, но я из-за проблем со звуком обновляться не рекомендую.